анкерный механизм с одной стороны именно маятник его период колебаний не позволяет этому колесу раскрутиться он при одном колебании на один зубчик только его отпускает с другой стороны сами зубчики подталкивают маятник крайних точках его размаха и не позволяет и добавляют ему энергию поэтому он будет пока гиря тянет вниз он будет колебаться будет продолжать работать гениальная вещь анкерный механизм у них много раз но по крайней мере 300 400 лет уже люди пользуются он работает и много других бывает конечно уже дело техники маленького и часы веры и правда служили астрономам до середины двадцатого века у нас в лаборатории у нас есть гаиши отдел измерения времени сбегать бы туда конечно жалко время тратить может сходим сейчас подумай а вот такие часы их называют астрономические если печенька и специально создали для очень точного измерения времени для страны маленький свободно коллекции какого анкерного механизма там же нет он просто подвешен сапфировым кристалле опирается на него сапфир очень твердый там нет рассеянной энергии нет деформации а тут магнитик электромагнит который немножко подталкивает маятник не дает ему затупнуть а вот эта колба из нее качан воздух чтобы трение а воздух не замедляло не мешало маятнику спокойно колебаться очень точные часы точность хода невероятно несколько секунд в месяц не больше ошибка а иногда даже около одной секунды в месяц замечательные часы и до северин двадцатого века мы им пользовались и до сих пор идти будет еще там теперь они уже не хранители времени а наоборот мы их исследуем с помощью более точных часов вот так ну это как это немножко теоретически на самом деле 10 минус 7 у них примерно точность хода это относительная точность то есть 10 10 7 это 10 миллионов циклов за 10 миллионов колебаний маятника маятник секунды он одно полное колебание в секунду делать а за 10 миллионов секунд он ошибается не более чем на секунду 10 миллионов секунд это ну то есть за год там две тридцать секунд дальше великолепно так что это большое достижение техники тех лет в принципе может быть маятник не колебать не под действием гравитации колебащихся а еще и пружинки подвешены я не знаю таких часовых механизмов хотя наверное можно было бы такое сделать но по-моему они никогда не реализовались но сама идея пружины она интересная то есть пружина может каком-то смысле заменить гравитацию и ей в конце концов этой идеей воспользовались где в наручных часах механически наручные часы почему не можем на руке носить маятниковые часы но если бы рука была неподвижной то пожалуйста пусть там маятник работает но мы же руками размахиваем и тогда любой маятник собьется с темп работы а тут идея реализована не за счет гравитации а за счет упругости пружины вот как выглядит а у кого есть механические часы уже никто не носит да у всех на батарейке прям вот заводную пружины да еще и прозрачно ну класс да еще и самозаводящие 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 все все студенты вот механические часы и там маленький под названием балансир он круглый он на оси и его колебания вот такие круговые а жесткость ему упругость создаёт вот эту вот закрученная спиралью пружинка все равно анкерный механизм есть вот он вот он там анкерное колесо и там скотч а но теперь уже источником энергии внешне пружина мощная работает а это значит не поддающаяся гравитация как бы вы не сориентировали его его все равно куда силы тяжести направлено главное что там упругость пружины создает такое колебательное вращение этого количества гениальная вещь мое поколение живут вот все время с этими часами хотя сейчас у меня тоже электрические они более надежные не должны если махать рукой вот в обычных механических часах они должны идти надежно а в этих необходимых то ну ладно смотрите на эти странные механические часы середин 20 века ну 50-х годов 20 века что тут странного да циферблат не на 12 как мы привыкли а на 24 часа разделен как вы думаете кому они такие нужны были ну да я тоже написал конечно да понятно а это карта чего советская антарктическая экспедиция да это антарктика а красные точки красные точки это советские антарктические станции действительно это мой старший товарищ дал мне возможность их сфотографировать он был неоднократно в антарктизе им выдавали такие отечественные часы почему именно на полюсах такие удобно используют ну там полярная ночь или полярный день и попробуй догадаться в москве сейчас там утро вечер или что то есть вот такие суточные часы они очень оказались полезны полярникам космонавтам у них тоже такие сейчас на ВДНХ кстати в поведении космос хорошая выставка часов там редкие механизмы есть с большим интересом посмотрю есть просто загадочные ну ладно если будете на ВДНХ в поведенном космос такие такие делают до сих пор не только древним полярником каким-то а вот пожалуйста можете купить себе такие с 24 часа бесплатные часы нынче тоже в основном полярники используют есть желающие там на северный полюс на лыжи пойти но они не только как измеритель времени используют они их еще и как компас могут использовать ведь в районе полюсов с магнитным компасом делать нечто где магнитный полюс а где географический а в андартиде вообще там магнитный полюс он не на континенте а где-то плавает в океане то есть там магнитный компас а этот работает а как он работает как можно в виде компаса эти часы используются на солнце ну так солнце один оборот скажем полярный день вы все время видите солнце у себя над головой но оно за 24 часа гуляет делает полный круг у вас над головой если вы знаете на каком меридиане вы находитесь то часовая стрелка практически работает синхронно с направлением на солнце надо просто знать на каком мы не меридиане и от нее отсчитывать ну не сама стрелка надо знать на каком меридиане вы находитесь то есть идёте по какому меридиану ходите и тогда они могут служить компасом и так используют Но механические часы – штука хорошая. Бытовые, старые, с начала XIX века механические часы, маятниковые, тут у них маятник. Есть ошибка, но для бытовых нож вполне приемлемая. Ошибка, там, одна секунда в сутки, не такая же большая ошибка. Нормально сходили, даже несколько секунд. Но у моряков была потребность в очень точных часах. Именно у моряков. Вот никому особо высокой точности не требовалось, а моряки всегда требовали у часовых мастеров создать нам очень точные часы. Почему именно моряки? Долгота, конечно. Им надо было измерять географические координаты своего местной Земли. Шароту легко измерить. Ночью дождался, полярную ее увидел, измерил ее в высоту. Над горизонтом – вот тебе и твоя широта. А долгота только со временем связана. Земля крутится, и надо знать, когда какое-то светило в порту, откуда ты ушел, пересекает меридиан, и посмотреть, когда это же светило пересечет у тебя там на твоем тропическом острове меридиан. И разница времени говорит об угле, на котором Земля за это время повернулась, то есть о твоей долготе. Это морской хронометр. И очень долго пытались сделать даже английское адмиралтейство премию какую-то очень большую учредило тому, кто создаст надежный механизм. А это очень нелегко было, потому что корабль по волнам прыгает, непогода, качка, и надо было надежные часы сделать. И вот, по-моему, фамилия Гаррисон или Харрисон, английский часовой мастер, так и сделал надежные механические часы. Там действительно сложный двойной ход, то есть два анкера, два балансира в разных направлениях работают, компенсируя качку корабля. Сложный механизм. У нас в ГАИШе есть, я фотографировал ГАИШи в следующие часы. Видите, они не просто так, но они в коробке, коробка в другой коробке, в третьей коробке со стеклянными крышками, чтобы можно было, чтобы морской соленый воздух их не повредил, но видно было циферблат. А вот что за устройство, вот эти вот круглые медные какие-то оправки такие, как гироскоп. Что это? Ну, это не гироскоп, конечно, никто не крутит часы, как гироскоп. Это карданов подвес. Что такое карданов подвес или карданов узел? Так, с автомобилями никто не знаком. В каждом автомобиле есть карданов, ну ладно. Ну, в общем, это два взаимно перпендикулярных шарнир на оси, которые охватывают эти часы. Как бы ни повернулась коробка, часовой механизм остается пересоснанным. Коробка может и в этой плоскости, и в этой плоскости поворачиваться, а часы остаются горизонтальными. И в этом смысле ход их почти не сбивается. Это очень важная вещь. Ну, в автомобиле там... Неужели не слышали? Карданный вал. Слышали? Просто не знаете, что это такое. Да, вы когда-нибудь под автомобиль залезли. Он там снизу от мотора в колесо идет. Ну ладно. Это гениальное изобретение. Правда, Харрисон так премию и не получил. Адмиралтейство зажало ее. Но, тем не менее, часы изобрел. И они долго служили или иногда служили. Смотрите, как они изменили географию, точнее говоря, карты географические Земли. Вот до изобретения морского хронометра. Какая была карта земного шара? Ну, Антарктиду еще вообще не открыли. Ее просто нет. Тихого океана почему-то тоже нет. Как-то места для Тихого океана не нашлось. Ну, тут более или менее Европа, Азия, все это с сухопутными экспедициями. А вот уже Африку оплывали на кораблях. Посмотрите на Африку. Она похожа на Африку. Она кривая какая-то, да? Потому что с долготами ошибались. И это были очень важные ошибки. Например, плывет какой-нибудь английский корабль по Тихому океану. Смотрит остров, втыкает флаг английский, говорит, это наш английский, теперь будет остров. Надо было его на карту нанести. Определили, как могли, координаты. Плохо определили, с ошибкой, особенно с долготурой. Ну и поехали дальше. Плывет через несколько лет французский корабль, остров. Втыкает французский флаг, смотрит на карту. Да нет тут никаких английских. Тут английский остров далеко, там в 300 милях морских от этого. Значит, это другой остров. Значит, он будет наш, французский. Потом оказывается, что это они просто с большой ошибкой определили долготы. И вот если вы посмотрите на современную карту Тихого океана, там немало островов, спорных территорий, где написано там голландский или французский, английский или голландский. До сих пор спорят, кто же открыл. Потому что оказалось, что это один и тот же остров, просто с ошибками определяли долготы. Ну вот видите, какие ошибки ваши. А Тихого океана почему-то вообще нет. А теперь прошло несколько лет. Антарктиду так и не открыли. Но Африка уже приобрела нормальные очертания. Тут все нормально. Австралию только начали исследовать. Америку только начали. Северную. Ну, Южную тут давно исследовали. Гораздо раньше, чем Северную. Хотя она ближе к Европе. Вот загадка. Северная Америка ближе к Европе, к центру цивилизации. Южная дальше. А почему Южную? Вон уже всю обошли, нанесли на карту. Испанские корабли. Что ж там? Испал. Слово Дуполе, оно не для науки. Научное. Может, из-за того, что на эквадире нет, но... Научная проблема, с чем была связана? Почему Южную Америку легче было изучать, чем Северную? Может, на эквадире нет штамма? На эквадире нет штамма? Ну, кюмейки. Нет. На чем плавали? На парусных судна. Парусное судно плывет туда, куда морское течение утащит. Паруса помогают. Куда морское... Какое тут в Атлантике морское течение? Джайфстрим. Он вот отсюда идет на север. Охлаждается там. И потом вдоль побережья Европы и Северной Африки идет на юг. Нагревается на эквадире. И вот так вот циркулирует. Так что, если вы отплываете из Европы, Гольфстрим уже охлажденный тащит вас вот сюда, к Южной Африки. Куда кому-то приплыли? На Кубу. И потом дальше вот сюда. И испанцы, и всякие прочие европейцы сюда приплывали. И сюда течение утащило. А к Северной Америке еще попасть надо. Вы плывете, а вас Гольфстрим тащит обратно в Европу. Не так-то легко попасть в Северную Америку, если вы под парусами, то еще плохой корабль. Так что, вот. Ну, как видите, все-таки морской хронометр уже облегчил составление географических карт. И, наконец, в середину 20 века на смену механическим часам пришли вот такие. Мы их называем либо электронные, либо кварцевые. А как они устроены? Вот сейчас у нас у всех именно такие часы. У всех. Даже кто на руке не носит часы, все равно у каждого из вас сейчас с собой вот такие часы. У кого нет таких часов с собой, поднимите. Напрасно. У всех есть. Знаете, где они? Идем. Конечно. Любой компьютер современный, хоть такой маленький, хоть большой, хоть суперкомпьютер. Все они в сердце своем имеют кварцевый стабилизатор частоты. Вот он. Работает он довольно просто. На самом деле тоже механические часы. Почему? Там механическое колебание является регулятором скорости этих часов. Между двумя контактами, обкладочками конденсатора, зажат маленький кристаллик кварца. У кварца есть кезоэффект. В чем он заключается? Знаете, да? Если кристаллик кварца попытаться изогнуть, то на его противоположных граних возникает электрический потенциал. Плюс-минус. Если в другую сторону попытаться изогнуть, обратный потенциал. Минус-плюс. Генератор переменного напряжения. Подает на эти обкладочки переменное напряжение с частотой 32 кГц примерно. И кристаллик под действием этого переменного напряжения. Это же обратимый эффект. Обратный кезоэффект. Если вы подаете разность потенциалов, кристаллик выгибается в одну сторону. Другую разность потенциалов, в другую. И кристаллик начинает вибрировать. А генератор так сделан, что у него немножко частота может плаваться. В зависимости от того, что происходит вот тут. Если частота работы этого генератора попала на собственную частоту колебания кристаллика, амплитуда, естественно, вырастает. Ну вспомните, как вы на качеле катаетесь, когда раскачиваете себя. Если ноги у вас попали в частоту колебаний качели, амплитуда начинает возрастать. Если ногами дрыгаете не в том ритме, то вы себя не раскачаете. У любого, в любой колебания системы есть собственная частота, присущая ей. Низкий звук. Это собственная частота колебания вот этой столешницы. А вот здесь будет другая частота. Какая нота? Кто музыку? Зачем? Думаю, это несколько частот. Ну тут, конечно, мертоны есть, да. Ну, где-то, может, не знаю, до первой октаны. Не знаю. Я давно не тренировался. Ну вот, так что в замке их ставить является регуляторной частоты вот этого генератора. Ну а также, когда он ее поддерживает, эта частота идет на делителе, из нее делается 1 Гц, то есть одно колебание в секунду, вот вам секунду ради вас. Ну а дальше ее делят на минуту, то на часы и выводят на дисплей. Фактически, это механические часы. Механическое колебание кристаллика является хранителем темпа их работы. Ну вот давайте посмотрим, как устроили эти самые кварцевые часы. Можно сказать, кристаллические, хотя часто их называют электронные, там колебания электронов никак, ничего не работает. Там реальное механическое колебание. Вот где тут кристаллик кварца, как вы думаете? Это все узнали, это батарейка, да? Это батарейка, это колеса, которые стрелки крутят. А где кристаллик кварца? Там где кошли. Где? Пошли нет, цилиндр такой. Это цилиндр, но не кошли. Да, вот в этом маленьком алюминиевом цилиндре заключен как раз кристаллик кварца. А тут, а тут его не видно, батарейку я вижу, а он там где-то внутри скрыт. Ну ладно, а тут он крышет. А, это те же часы, из которых крышки сняли. Понятно. Вот он тут есть. А потом уже индикацию можно выводить, как вам удобно. Можно digital, вот такие, ну, такие называют электронными, а вот такие кварцевые. На самом деле, это один и тот же механизм. Просто здесь аналоговый дисплей, а здесь цифровой. Но одно в другое легко превращается. Но сердцем их является колебание кристалла кварца. И до сих пор все компьютеры, то есть его большой компьютер, стационарный отрон, встану на материнской плате, всегда найдете вот этот маленький цилиндр, он совсем с полного размера, а с кристаллом кварца. И у вас тоже в телефонах он обязательно есть, иначе не будет работать электронная система. Ну, а вот давайте посмотрим на заднюю... Сняли заднюю крышку с часового... Ребят, вы мешаете. А с часового механизма сняли заднюю крышку. Где тут кристаллик кварца? Ну, все уже догадались. Вот он, да. А как вы думаете, если бы мы перевернули эти часы, то был бы там аналоговый или цифровой индикатор времени? Аналоговый. Нет, цифровой, это что-то вообще... Мнение разошлись. Хотя вот много чего для аналогов. Там есть, например, стрелка. Головка есть, да? Раз есть головка, значит, может стрелка. Ах, вы какие хитры! Ну да, головка есть. Надо было ее съесть, конечно. А вот это что такое? Ну, присмотрите внимательно. Что это? А? Готушка, конечно, соленоид. Соленоид. На нем подается напряжение. У него якорь есть, он дергается. И стрелку секундную, а она минутную, а та часовую за собой крутит. Конечно. Если есть соленоид, значит, он не нужен совершенно. А вот этому механизму он нужен для того, чтобы такими маленькими рывочками, рывками крутить стрелку. Правильно. Оказается. Физик, прежде всего, техника. А техник должен соображать что к чему. Верно. А кварцевые часы, конечно, не только наручные, да и не столько наручные бывают, сколько лабораторные. Они очень точные. Вот лабораторные кварцевые часы, там стабилизация температуры, все такое. Ведь кристаллик кварц, он же при разной температуре будет температурное расширение, сжатие и разную частоту, собственно, колебания будет иметь. Нет. Там все стабилизировано. Смотрите, какая высокая точность хода. 10 минус 6 секунды в сутки. В сутки. В году 300 с небольших суток, а тут 1 миллионная в секунду. Значит, он за тысячу лет, там, на одну секунду. Вот. Очень точная вещь. Ими пользуются сегодня везде. В лаборатории, в быту и где угодно. Но, наконец, где-то в конце 50-х, в начале 60-х годов прошлого века появились еще более точные часы атомные. Вот тут уже по-настоящему, да, тут уже электронные часы, потому что, на самом деле, в атомных часах работает электрон в атоме. Вот он является, ну, не сам электрон, а атом является хранителем темпа. И, смотрите, сразу точность возросла. Была лучших часов кварцев, там, 1 миллионная, а тут в уголоке как. Как работают атомные часы? Довольно просто. Кстати, это очень простой принцип. Ну, вот тут нарисованы часы на самые распространенные, цезиевые часы. Их даже не называют часами, а лучше стандарт частоты. Ну, стандартную частоту у вас выдает механизм, а потом делаете из нее что угодно, минуты, секунды, года. А цезий был выбран для атомных часов по той причине, что у цезия один изотоп, цезий 133, а других в природе нет стабильных изотопов. То есть, если вы химическим образом цезий получили, очистили от других атомов чистой цезий, то можете быть уверены, что это один и тот же, что там нет смеси разных изотопов, разных атомов, что это вот цезий, да, один только в природе, поэтому им пользуются. Нагревают его, получаются пары, и пары цезий летят себе слевно-право, пролетают мимо магнитного сепаратора. Что он делает? Он разделяет атомы на два типа. Те, у которых электрон в возбужденном состоянии, на внешней орбите, и те, у которых в невозбужденном. Они разномагнитный момент имеют и отсекают те, которые в невозбужденном, и сюда улетают такой резонатом. Пустая коробочка, только возбужденные атомы. И они тут высвечивают. Ну, обычно так, даже не жутко высвечивают, а подают сюда, в генераторе переменного напряжения, какую-то частоту близкую к частоте колебания этого электрона на внешней Атмоцезия. И если попали частотой в нужную, в собственную частоту колебания электрона, то они быстренько отдают атомы, разряжаются, отдают свою энергию. Это называется стимулированное излучение. Может быть, вы слышали про такое? Нет? Если атом возбужден, какую-то энергию имеют, то пролетающий минимум клан в такой же точке может заставить атом разрядиться. То есть электрон попадет в принцип лазер. Да, это принцип лазер, да. Это вот стимулирован лазер, как расшифровывается? Light emission by stimulate радиоэффект. Так, стимулированная радиация. Ну, здесь фактически принцип лазера. Если вы попали частотой своего генератора, частоту собственных колебаний электронов на это атомы, а атомы разряжаются, и дальше летят нейтрально. А если не попали, то не попали. И тут еще один магнитный сепаратор, и он сравнивает количество атомов, отдавших энергию с неотдавшими. А тут измеритель. Если они все отдали энергию, значит сюда подлетают все нейтральные атомы, уже разряженные. Отдавшие энергии большой поток мы измеряем, значит генератор попал точно в собственную частоту колебаний электронных этих атомов. Ну, вроде просто, да, ведь на самом деле очень просто. Сегодня цезиевые, ну, когда-то это был такой вот такой агрегат большой, а нынче цезиевые атомные часы делают размером с четверть коробка спичечного. То есть, ну, вот, в большой паре. Их реально можно на материнскую плату компьютера посадить. Сейчас уже есть компьютеры, у которых не кварцевые часы, ну, часы работают на материнской плате, а цезиевые. Потому что их вот научились делать просто с размером кусочек раффината и прямо на материнскую плату можно посадить. Ну, это микроскопические. Ну, вообще, как правило, это не важно, чтобы можно пользоваться ей легко в лаборатории и даже на космических аппаратах. На многих космических аппаратах, сейчас мы о них поговорим, летают цезиевые атомные фактически часы. Зачем? Сейчас узнаем. Есть более точные, не на много, правда, но, может, в два-три раза более точные водородные атомные часы. Принцип тот же. Нагревается молекула водорода, ассоциация происходит, а отдельные атомы водорода летят сюда, сквозь магнитный сепаратор. У водорода очень простая структура. Один протон, один электрон. Протон и на орбите один электрон. Но и у протонов, и у электрона есть спин, собственный механический момент. А поскольку частицы электрически завяжены, то их спин, то есть, грубо говоря, вращение вокруг оси, он создает и магнитный момент. То есть, оба они магнитные. И протон имеет магнитный момент, и электрон имеет магнитный момент. И у них может быть две ориентации. Если мы возьмем за основу ориентацию магнитного момента протона, то у электрона может быть либо параллельный, либо антипараллельный. Ну а вы знаете, что два магнитика, они взаимодействуют каким образом? И им всегда хочется сориентироваться так, чтобы север к югу был. А они не любят, когда север к северу. Вот они хотят вот так отдать лишнюю энергию магнитного поля, переориентируясь с севером к югу. Тогда они сцепляются так им удобно, и нет потенциальной энергии. Значит, если вы взяли атом на водорогу, у которого магнитные моменты протона и электрона параллельны, то это как бы атом в возбужденном состоянии. Через некоторое время электрон перепрыгнет, повернется в магнитный момент и отдаст выделившуюся энергию в виде чего? А в виде чего он может отдать? Излучение. Две заряженные частицы. И вот такая переполюсовка магнитных моментов приводит к излучению радиокванта или радиоволны с длиной 21 сантиметра. Они знают все астрономы, особенно радиоастрономы, потому что Вселенные заполнены водородом, и он все время излучает на волне в 21 сантиметр и на частоте 2420 мегаверц. Это используется. Эти атомы гонятся сюда, заряженные, ну то есть возбужденные атомы водорода пролетают сквозь сепаратор, остальные отсеиваются, и тут в резонаторе они излучают очень точную вот эту вот частоту, и она становится хранителем частоты, эталоном частоты колебаний. Хорошая вещь, но немножко посложнее, с водородом труднее работать, чем с цезием. Поэтому немножко так более громоздкий аппарат. Смотрите, как год от года увеличивается точность измерения времени, или уменьшается ошибка измерения времени. Это все на часах. Вот они родились где-то в 50-е, и год от года все меньше и меньше ошибка. Научились, вот настолько точность возросла, что уже собственное движение атомов, а оно вызывает доплеровское смещение частоты, оно уже не позволяло увеличить точность. И научились охлаждать, вот называется лазерное охлаждение, пучки лазерного света, тормозят движение атомов, и они в таком вот, как сам нам был, в таком вот полумертвом состоянии, идут через резонатор, не колеблись, и уже одну и ту же частоту выучают. И на сегодня, вот этот график кончился, жизнь-то идет вперед, на сегодня 10-17 достигнута относительная точность измерения времени. А сколько, каков возраст нашей Вселенной в секундах измеренный? Это примерно такой же. То есть за время жизни Вселенной такие часы ошибутся не больше, чем на одну секунду. Обалдеть! Кому такая точность нужна? Вот стоило ли добиваться такой точности, кто будет время жизни Вселенной измерять? Да чтоб еще с той частью до секунды. А оказывается нужна. Нужна всем нам, в том числе и вам. Потому что у каждого из вас сегодня есть, пользуюсь сейчас, есть вот в этом год GPS или у нас, поэтому мы называем GPS, навигатор, правильно? А как он работает? Причем тут время. Еще большая точность его измерения. Вот сейчас поговорим о глобальной навигации, которая на спутниках, естественно, создана спутниковая система. Как она работает? Она очень точная, вы знаете. Ну, наши вот эти, конечно, примитивные в телефоне, какой они точно сдают? Ну, плюс-минус там 5 метров, да, наверное, не больше. А стационарные, GPS, GLONASS и прочие навигационные системы, вот геодезически приемленный GPS-сигнал, у него стационарная антенна, мощный комплекс расчетный, он дает точность, ну, там, сантиметр, примерно, ошибка, не больше. И это позволяет, например, мерить движение материков. Вот если вы год за годом в одном и том же месте измеряете свои координаты, вы заметите, как ваш материк плывет куда-нибудь. Например, Америка плывет к Азии и удаляется от нас. Атлантический океан расширяется. Все легко измеримо, это очень интересно. Но как это делается? Летает спутник, много спутников, да? А вы берете свой гаджет и спрашиваете, где я нахожусь? И вам навигатор говорит, вы в ГАИ, что в аудитории она в 17. Кто объяснит, как работает навигационная система спутника? В двух словах. В азии на телефонах взял у нас. Так, вот мы взяли телефон, а там летает спутник. Что происходит? Как он понимает, где мы с этим телефоном в данный момент находимся? Ну, телефон смотрится, от кого сигнал больше летел. Если он так, когда он откажет спутник, вы можете перечислить. Подождите, да. Я помню, телефон не общается напрямую вообще, общается с вышками, которые догоняют положение данных, а спутники сохраняются. Телефон не общается со спутником. Это справедливо. Было бы странно, если бы слабенький радиопередатчик, вот заключенный в эту коробочку, смог общаться со спутником, до которого 20 тысяч километров от той погоды. Значит, он, конечно, ничего в спутнику передать не может. Хорошо, это было правильно. По крайней мере, в любой причине будет тоже сообразимо, потому что в большинстве аудиторий, где я общаюсь со школьниками, я общаюсь в физике. Ответы такие. Телефон сообщает спутнику, где мы находимся. Нет, конечно, телефон никому что не сообщает. Он получает сигналы со спутника. Но какие сигналы? Да, правильно. Ну, да. Свои координаты? Игрей. Правильно. Значит, работает эта система так. Так, спутник отлетающие часы. На нем, как правило, генератор цезилый, но на некоторых, вот на наших, кстати, на Глонассе, уже есть и водородные часы. В общем, хорошие атомные часы там летают. И мощный радиопередатчик. Больше ничего нет. Только часы и радиопередатчик. И он сообщает все время, который час у него на борту. Больше он ничего все время не сообщает. Ну, это радиоанцены, которые на Землю направлены. Вот наш Глонассовский спутник. Они все одинаковые. GPS, Глонасс. Это просто мощный радиопередатчик, который постоянно сообщает. У меня на борту столько-то времени, там, часов, минут, секунд, миллионных дали секунды. И так далее. Больше ничего он не сообщает. Правильно. Время от времени, примерно раз в неделю, он всем пользователям, то есть на каждую из ваших телефонных, куда угодно, сообщает еще одну вещь. Расписание своего полета. Это называется альманах. Расписание, его движение по орбите, ну, на ближайшую неделю. На более длительный срок мы не умеем прогнозировать, точно прогнозировать полет спутника. Но на неделю, на две недели даже иногда можно. И вот он сообщает, сбрасывает альманах, и в течение недели в вашем телефоне хранится расписание полета этого спутника и прочих спутников. Их там 24 в системе GPS, у нас на Глонасе, и в других системах. Китайцы свои сделали, там, и прочие индейцы. Вот. И все. И больше ничего. Вот они летают, и сообщают, который час у них на борту. Как мы этим пользуемся? Ну, во-первых, давайте, что-то сделаем. Насколько точно нам надо знать их положение в пространстве. Очень точно. То есть, если мы хотим, чтобы наше положение на Земле с ошибкой, там, метр, например, определялось, значит, нам надо знать положение спутника на орбите с такой же ошибкой. Потому что мы привязаны к его движению. А представляете, он летит со скоростью несколько километров в секунду, с какой скоростью? С спутника вблизи Земли летает? С величиной 9. Ну, 8 километров в секунду. Но он не вблизи Земли, он на высоте 20 тысяч километров, ну, примерно, 5 километров в секунду. Тоже ошибка, 5 километров в секунду. И нам надо знать с ошибкой, а это даже нам-то ладно, а если какая-нибудь боевая ракета летит, то ей еще точнее надо знать. То есть, нам надо прямо до сантиметра с точностью знать, где он на орбите. Для этого есть наземные службы, которые постоянно отслеживают полет этих спутников. На спутнике есть радио системы. И она позволяет более точно определить, где он данный момент. А как прогнозировать его полет? Нам надо с помощью небесной механики вычислить траектории спутника, как она в ближайшую неделю, две недели будет вокруг Земли проходить. А для этого что надо знать? Гравитационное поле Земли. Гравитационное поле Земли очень сложно. Оно непростое. И чтобы его измерить, чтобы знать все неоднородности гравитации, по которым летит каждый спутник, специально запустили вот такие удивительные геодезические спутники. Самые удивительные вообще-то в космосе штуковые. Это просто болванка, железяка, ничего внутри нет, просто ядро такое цельно заполненное металлом. Поверхность его вся утыкана призмочками, так называемые ветрорефлекторы, которые, когда на них лазерный луч попадает, отражают его точно в том направлении, откуда он пришел. Ох, надо было принести его, у меня в столе лежит такая призмочка, призмом вот четыре прямых угла, как угол какого. И лазерным лучом, а вот эти призмочки тут сфотографировали, лазерным лучом мы посылаем луч, отраженные получаем, по времени пролета луча точно знаем расстояние дойти спутникам, и уже гравитационное поле Земли измерено с невероятной точностью, более того, оно дышит, оно постоянно меняется, оно в течение суток даже может измениться, и мы все это уже довольно точно знаем. И тогда можно прогнозировать полет спутников системы глобальной навигации, GPS, монасты, так далее. А вот эти штуковины стоят по всей территории России, по всем странам все стоят. Ну где вы видели глобальную облачность? Здесь облака, а здесь их, как правило, нет. Если бы была глобальная облачность, не было бы астрономии. Итак, мы знаем расписание движения спутников. Каждую секунду, долю секунды мы знаем, где он находится. Он передает сигнал времени, который его часы сейчас показывают. Сигнал этот идет, 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 мы его принимаем на свой приемничек. Пока он шел, прошло какое-то время. Это время мы можем узнать, сравнивая, сколько было там и в какой момент мы получили его здесь. Дельта Т измерили, умножили на скорость света и получили свое расстояние от спутника. Теперь мы знаем, что мы находимся на сфере, равной этому расстоянию. Ну, значит, что на сфере еще не очень полезно. Тогда мы получаем сигнал от второго спутника. И узнаем, что мы на сфере связаны с вторым спутником. Две сферы в общем случае пересекаются по окружности. Ага, это значит, мы уже где-то вот на окружности находимся. Хорошо, но недостаточно. Ну, третий шаг понятно, да? Мат третий расход получаем сигнал, и его сфера пересекается с этой окружностью в общем случае с двух точек. Ура! Мы или здесь, или здесь. Задача решена. Почему? Точек-то две. Но задача решена. Четвертая скажем, земля. Конечно, мы же на поверхности Земли. Мы не в космосе, не под землей. Если в космосе, то дело посложнее. А под землей мы просто радиосигнал не получим. Мы на поверхности Земли. Это еще одна известная координата. Так что, вообще говоря, трех спутников было бы достаточно, чтобы определить свое положение. Но их недостаточно. Почему? На борцу спутника какие часы типа? Атомные. А у нас какие часы? Кварцевые. Одни не такие точные. Они ошибаются довольно сильно. И нам нам бы атомные часы сюда, в свой телефон, но они тяжелые и дорогие. Что нам надо? Нам надо получить сигнал четвертого спутника. Он, во-первых, покажет нам, в какой из этих двух точек мы находимся. А главное, нам бы это не нужно было. Главное, это еще одно уравнение, четвертое уравнение, в котором четыре независимых переменных. Четыре уравнения, четыре переменных. Три переменных это координаты в пространстве, а четвертое это поправочка времени. Насколько наши часы ошибаются по сравнению с идеальными атомными часами, которые там на спутнике. Вот четырех спутников, которые у нас головой в этот момент были, нам было бы достаточно. Четыре шага, раз, два, три, четыре. И мы узнали, где мы находимся. Вот система GPS, ее 24 спутника, а это точка на Земле, где-то средний, широкий, северного полушария. И, как видите, одновременно над горизонтом никогда меньше шести спутников вообще не бывает. А бывает, что и 10, по-моему, даже какой-то момент 12 было. Ну, это вообще невероятная вещь. Да? Как-то там мелькнуло 12, помню. Или не мелькнуло? Как-то раз. Было. Вот. То есть, этого нам уравнений гораздо больше, чем неизвестно. Уже точно меньше четырех никогда не было. Ха! Но это где? Это когда горизонт у вас открыт и пол неба над головой. А в городе так бывает? Нет. Дома, бетонные стены, и вот если вы едете на автомобиле, может быть, замечали, иногда GPS-навигатор начинает дурить, начинает ошибаться, потому что вы куда-то попали в туннель между двум... А если вообще в туннель подземный, то привет, ни один спутник до вас сигнал не добьет сквозь земную поверхность. Но даже если вы ехали в городе, в общем, сложновато им. Но, как правило, четыре спутника рано или поздно найдется, дома кончатся, и координаты будут определены. Так что вот эта система работает. Это наш ГЛОНАСС. В принципе, он даже чуть раньше, чем GPS, его начали разворачивать. И то, и другое для военных нужно. Но как-то ГЛОНАСС затянулся, и вот GPS раньше вышел на такой приемлемый уровень. Но ГЛОНАСС сейчас построен, и он работает. В каком-то смысле он даже немножко более прогрессивный, чем... ГЛОНАСС сейчас новая, четвертая такая, ГЛОНАСС будет чуть больше. ГЛОНАСС в общем, это соревнования двух систем военных, и они друг другу не выступают. Но постепенно и у других стран, тоже амбиция, появилась, хотим свою систему спутниковой навигации. И вот объединенная Европа сейчас сделает свою. Она называется Галилео. Запускают ее с помощью наших ракет, и она уже почти развернута. И будет независимая третья. Сейчас даже в современных телефонах приемники рассчитаны на ГЛОНАСС и на Галилео. То есть они могут с любого из спутников этих трех систем получать сигналы, а значит у них больше возможностей и выше точность. А кто еще делает? Китайцы, естественно. Китайцы уже ни в чем никому не хотят уступать. У китайцев Бэйдоу своя система она сначала не глобальная была. Она первая Бэйдоу накрывала Китай и соседние страны. К 20-му году они уже собираются сделать ее глобальной и где бы китайцы не находился, а китайцы везде, он может своей Бэйдоу пользоваться. Я думаю, что GPS все равно более популярный еще долго останется. Но по крайней третья независимая альтернативная система. Более того, а это вторая Бэйдоу уже захватила Тихий океан, Австралию, а третья Бэйдоу будет глобальная. Индия, представьте себе, Индия нынче вполне самостоятельная, технически развита, удивительная страна, миллиард населения, и они теперь делают постепенно то же, пока сделали локальную, вот Индийский океан открыли близлежащие территории, то я думаю, Индия тоже сделала глобальную систему, так что это еще один вариант глобальной системы навигации, что тоже нечего, хотя в Индии, конечно, технология чуть похоже, чем у американцев, у китайцев, у нас, но они догоняют постепенно, вот к Луне полетели на днях, ну как полетели, так и прилетели, долетели, так, до Луны, не смейтесь, у Индии уже несколько лет работает спутник вокруг Марса, а мы когда последний раз летали к Марсу, вот и несколько лет работает, очень удачно, не понял, если неудачно летали последний раз, то еще неудачно, мы давно, но мы удачно и неудачно очень давно летали, даже к Луне, а к Марсу, а, ну в смысле запускали к Марсу, но не долетали, вот, так что Индия вполне конкурент на этом рынке, и так мы поняли, как работает, то есть основой спутниковой навигации являются точные часы, Япония, своеобразная страна, тоже сделала себе не совсем глобальную, но оригинальное приложение к системе GPS, почему японцев не удовлетворяет система GPS, потому что в Токио, где живет, наверное, половина японского населения, небоскребы очень высокие, и сквозь них вообще там небо почти не видно, так они что сделали, они три спутника запустили на геосинхронные орбиты, геосинхронные, есть геостационарная орбита, это вы знаете, спутники на геостационарной орбите летают в плоскости экватора земного и синхронно с Землей вращаются, поэтому, когда мы покупаем тарелку спутникового телевизора, какие-нибудь там переколоры, мы ее один раз направили на спутник и все, крутить или не надо, спутник висит непрерывно над одной точкой земного шара, а есть геосинхронные орбиты, они не в плоскости экватора земли, а видите, он от экватора туда-сюда ходит, но зато может зависнуть надолго над одной точкой на эллиптический орбитр, и таким образом один из трех спутников всегда висит над Японией, и он перехватывает сигналы системы GPS и посылает их прямо из зенита вниз, как раз небоскребы при этом не мешают, один спутник всегда висит в зените над Японией, маленькая, там над ней висишь, ты всегда в зените над любой точкой Японии, и таким образом позволяет японцам точность, точность, зачем это японцам надо, я не знаю, один сантиметр для гражданских, вот, значит, сантиметр туда, сантиметр сюда, но для японцев аккуратные люди, вот, так что это некое дополнение к системе GPS, ну, тоже очень приятно для японцев. Общее у всех этих систем в том, что это радиосистемы, они по радио свои сигналы посылают, а это значит, что их можно забить с толку, ведь все это на самом деле, это мы ими пользуемся, просто по доброте душевной, американцы сначала открыли свои GPS-сигналы, публики потом, мы вынуждены были их открыть публике, теперь каждый трактор вот имеет свой глонас-навигатор, а на самом деле это военные системы, а военные всегда хотят какую-нибудь косень друг другу сделать, и умеют это делать, если начнется, даже если не начнется, вот, придите со своим навигатором на Красную площадь, он вас собьет с толку, скажет, что вы сейчас Шереметьев или Домодедово, потому что там стоят радиомаячки, которые сбивают с толку, передают сигнал на тех же частотах и сбивают с толку навигаторами, значит, надо военным домам найти что-то альтернативное, что-то, что невозможно было бы сбить с толку, на какие, на чем можно опереть систему позиционирования природное, которая, вот, попробуй-ка ее свернуть, например, магнитное поле Земли или гравитационное поле Земли, кто-нибудь может изменить по своему желанию гравитационное поле Земли, да? Я думаю, немногие почувствуют это, или магнитное поле Земли, оно дышит, но оно дышит не по нашему велению, а само по себе, значит, мы его можем использовать, если достаточно нажимаем, вот смотрите, как магнитное поле Земли, оно сложное, испано было простое, как у полосового магнита, как у учебника, вот в учебнике рисуют вот так, да? Но в таком поле ориентироваться невозможно, например, здесь и здесь практически одинаковое направление векторов магнитного поля и напряженности, но оно сложное, оно вот линии равного магнитного склонения, то есть отступление стрелки магнитного компаса от направления на север, оно сложное, вот один магнитный полюс, вот другой рядом с Антарктидой, а есть еще два магнитных полюса, да, и оно дышит, моряки-то измеряют давно уже склонение магнитной стрелки век от века и оказывается магнитное поле Земли все время меняется. Получается, как оказался нанимаем мозг и лучболистый сон на ней полностью. Да, откуда на необитаемом компасе острове компасе. Солнце там всегда лежит. Посмотрите, один магнитный полюс, другой магнитный полюс, третий магнитный полюс в Бразилии и четвертый магнитный. У нас вообще в Сибири магнитный полюс. Не знаю, нет, а на что ладно, а вот этот бразильский он большое неудобство космонавтики доставляет. Тут магнитное поле Земли провисло, там действительно яма магнитная и туда сваливаются частицы быстрые, радиационные частицы. Там, когда спутники пролетают, они даже выключают аппаратуру, чтобы она не сгорела от избытка радиации. космонавтики не любят летать. Ну ладно, одним полем, одним полем магнитное поле Земли может служить достаточно интересной опорой для измерения своего положения. Сейчас есть такие измерители, такие три магнитика на спутнике, которые позволяют дифференциально магнитное поле измерять, позволяют ориентироваться независимо от GPR. Что, что? Я не слышал вас. Говори. В Бразилии нет полярного сияния, если там есть новое. Почему? А кто сказал, что там нет полярного сияния? Я в Бразилии не был никогда. Надо спросить, кто был Бразилии? Мой зон. Конечно, он не такой мощный. Ну, посмотрите. 400-300-200. Ну, в общем, нахидеоноскоп, конечно, намного меньше, чем у поверхности Земли листерия полюса, но это второй сорта магнитного полюса. Второго уровня. Не такой мощный, как настоящие вот эти два полюса. Но это то есть у нас уже подрупольное магнитное поле, а не дипольное в первом приближении. Гравитационное поле тоже можно использовать. Мы уже научились мерить гравитационное поле с помощью таких геодезических спутников, но это уже прошлое. Сегодня летают вот такие геодезические спутники, парами летают. И они все время по радиоканалу микроволновое излучение измеряют взаимное расстояние. Поэтому когда они попадают в область где разница гравитационных ускорений, они немножечко изменяют расстояние друг относительно друга. И вот эти изменения расстояния производные от гравитационного поля, они очень точно позволяют гармоники. любое магнитное гравитационное поле описывается сначала простым диполем, потом квадрополем, потом многополем и так далее. Много-много гармоник в разложении. И вот эти позволяют многие сотни гармоник в разложении гравитационного поля Земли выяснить. Давайте посмотрим, как выглядит гравитационное поле на фоне континентов земных. Тут цветом и выпуклостью показано отличие вариаций гравитационного поля отличие от примитивного простого. Ну, простое поле Земли это вот как будто вся масса в центре, да, сферически симметричный, а на самом деле она сферически симметрична. Цветовая шкала покрасилась отличие. Как вы думаете, вот это вот что, пупырь такой? Гималайя, конечно, там избыток массы, ну, вот вам избыток притяжения, а есть и провалы, минус, пониженная гравитация. Более того, ну вот вся Земля тут показана, и вы можете понять, где вы находитесь, просто измеряя напряженность и разницу производного гравитационного поля своим каким-то аккуратным прибором. Более того, оно дышит постоянно, так что надо еще знать сезонные вариации гравитационного поля, что тоже интересно. Вот смотрите, как сезонные вариации происходят на фоне материков, мы пока про океаны забыли. Откуда они вообще берутся? Ну, давайте на Бразилию посмотрим. Тут у нас чего? Тут Амазонка, леса Амазонки. Вот то плюс, то минус. Цветовая шкала то плюс, то минус. Прямо по сезонным годам. Или, например, какую-нибудь Азию возьмем. Что тут? То больше гравитация, то меньше гравитация. С чем это связано? Дождем гравитация. Сухие и дождливые сезоны. Когда дожди идут, атмосфера пропитана парами воды, и она просто тяжелее становится. Просто атмосфера становится тяжелее. Это вызывает слабые изменения гравитационного поля. А это карта на фоне морей, на фоне мирового океана. Тоже дышит гравитационное поле. Даже эти вариации гравитации измеряют количество осажденной воды, аж два вода. Потому что, понятно, что причиной является вода. Сухой сезон атмосфера легкая, мокрый сезон атмосфера восстановится, ну, как, не знаю, футболку постирал, она тяжелая, высохла, легкая становится, пока на веревочке истет. Вот это все действительно, правда, точность небольшая, но, по крайней мере, не собьешь с толку вот это вот. Никак враг не сможет повлиять на это дело. Ну, конец, что, дальше идем, дальше. А вот эти пути на разных на разных, на разных. Ну, хотя, чем ближе к земле, тем, естественно, точнее измерение. Вдалье к земле высшие гармоники пропадают. Земля издалека кажется точечной массой, а когда приближаешься к ней, оказывается, что она. Ну, наши предки, конечно, пользовались солнцем. Для них главным часами и календарем и даже компасом было солнце. Но не все народы полагались на солнце. Некоторые народы почему-то предпочитали луной пользоваться, лунными календарями, а не солнечными свою жизнь регулировали. В пустыне днем жарко, делать нечего, сидишь под сексаулом, пьешь чай. А ночью начинается жизнь. Караваны верблюдов от Азии с Акази уходили по ночам, значит, надо было пользоваться какими-то ночными светилами, а еще лучше, когда у вас полнолуние, тогда еще и светло в пустыне ночью. Вот поэтому луна была главным небесным телом. Солнечными часами пользуются и в наше время, кто читал Жюль Верна «Таинственный остров». Читали? Вот иллюстрация из Жюль Верна. Если вы внимательно на нее посмотрите, ошибку увидите сразу. Художник, конечно, не задумывался о том, что «Таинственный остров» был в южном полушарии, и солнце там не слева направо, а справа налево входит. тень должна была двигаться вот туда, а художник ее нарисовал, и инженер Смит колышки забивает, где у него тень проходит, тень движется так, как в северном полушарии, она должна двигаться. Но это хорошая ошибка, для знатока астрономии она сразу выдает недостаток знаний художника. Ну, солнечные часы сделать просто, палку воткнул, тень увидел и получил. Солнечными часами раньше пользовались, все в Европе, гуляешь, вот ездишь по Западной Европе, там в каждой деревне обязательно солнечные часы где-нибудь стоят. Ну, сегодня уже как украшение. На самом деле довольно тонкий инструмент, если с умом их сделать, зная астрономию, то вы получите точность измерения времени до одной минуты. Но если не знаешь астрономию, то высокой точности не получишь. Вот одни из современных солнечных часов, Дело в том, что солнце неравномерно гуляет по ним. С несколькими причинами это связано. Тень неравномерно ходит по циферблату. Приходится какие-то вводить поправочные коэффициенты, так называемые уравнения времени. Солнечные часы бывают довольно замысловатые. Такие солнечные часы, где всякий набор отверстий только в один день в году, вот что это за день? Солнцестояние. солнцестояние складываются эти тени в надпись. Красиво, но бесполезно. А вот такие солнечные часы меня очень заинтересовали. Digital, цифровые солнечные часы. Смотрите. минутки и часы там бегут. В этом столбике, а он неподвижен, в нем просто так с умом дырочки проковыряли, что солнечный луч в течение дня рисует вам на экране прямо в бегущее время. Между прочим, изготовить его можно на 3D-принтере. Вот адрес программы, которую надо скачать, и 3D-принтер вам вот такой замечательный... К сожалению, у меня нет. Если у кого-то из вас есть, или хотя бы знакомые с 3D-принтером, скачайте эту программу, сделайте для Гариши подарок в виде вот таких замечательных солнечных часов. Видите, что было бы любопытно, пока я только в интернете видел. Цифровое солнечное число. Замечательное что-то. Ночью солнце не работает, значит, надо по звездам ориентироваться. Звезды тоже довольно уверенно показывают который час. Даже арабы в свое время сделали вот такой механизм на актерн, который позволяет по положению, например, звезд в ковше большой медведица, он всегда видит, в северном полушаре, под двум звездам ковша в коем-карасе там. Сориентировав этот указатель на них по их положению и выбрав день года, потому что понятно, что еще нужно календарь знать, вы получаете время ночное. Почему надо знать не только положение звезд, но и какой день в году сейчас? Положение звезд в одно и то же время суток определяется положением солнца. мы движемся вокруг солнца, солнце движется на фоне небосвода, значит, полночь наступает в разные, при разных ориентациях Земли относительно звезд. Смотрите, февраль, вечерний час, 9 часов вечера, март, 9 часов вечера, известные созвездия смещаются на какой угол? за один месяц. На 30 градусов, конечно. 360, 9 на 12 получаем 30 градусов. Итак, нас интересует время солнечное, по солнечным часам, а звездные часы идут в ином темпе, потому что Земля каждый день перемещается по небу, и в одно и то же время солнечное, ну вот там час после заката, да, мы видим в зените, простите, в меридиане разные созвездия. Но это нетрудно понять. Каждый день Земле приходится делать не один оборот вокруг оси, а один плюс еще чуть-чуть, чтобы сориентироваться так же на Солнце, как в предыдущие сутки, примерно на один градус, ну потому что и 60 градусов, 365 дней в году, примерно на один градус, значит солнечные сутки длятся дольше одного оборота Земли вокруг оси. Один оборот Земли, это мы относительно звезд восстановили положение планеты, а Солнце за это время переместилось относительно звезд, нам надо чуть-чуть довернуть Землю, чтобы смотреть опять на Солнце. Вот этот градус, ну почти градус, он приводит к тому, что солнечные сутки длиннее звездных суток. Ну, я бы нарисовал, конечно, это не один градус, так что виднее было. А солнечные сутки примерно на 4 минуты длиннее звездных, 3 минуты 56 секунд. Значит, один оборот Земли вокруг оси сколько длится? 23 часа 56 минут, да, 4 секунды. Ну, ладно, семинар, об этом будете считать всякие задачи. Ну, про сезоны года, я думаю, не стоит даже говорить, вы прекрасно знаете, почему бывает зима, лета, осень, весна, потому что из земли перпендикулярно орбизии, полгода одно полушарие больше солнечного света, полгода другое, да, это понятно. А вот траектория движения Солнца в течение года на фоне неба. Между прочим, эту фотографию сделал студент, астроном, очень просто. Он взял пивную, нет, фипсикольную банку, использовал ее в качестве камеры обскуры. внутрь положил пленочку одну, химическую старую пленочку, дырочку проковырял и положил банку на целый год, вот куда-то на сарай какой-то. Это в Австралии, обсерватория Сайт Эксперинс, и солнышко восходило, заходило, восходило, заходило, в течение года прорисовало ему свою траекторию на ней. Видите, это зимние месяцы, ну, в Австралии, то есть июнь, это осень, весна, летние месяцы в Австралии, то есть январь, по-нашему. Кстати говоря, не только траекторию Солнца мы тут видим, но и можем примерно оценить количество солнечного и облачного времени суток, да? Когда мы видим разрывы в траекторию Солнца, значит, оно зашло за тучку. Можно так примерно оценить, что две трети времени дневного хорошая погода была над этой обсерваторией, ну а треть даже по месяцам, вот какие, смотрите, был период, когда вообще ни одного облачка на Солнце не набегало, и вот период неплохой, а были периоды очень даже облачные, то есть полезная штука, кто бы сделал у нас на нашей обсерватории годичную экспозицию. Так там просто все темное было. Что? Там просто все темное было. У нас? Ну уж все, не все. Ну половина как не было. Ну половина, да. Это надо на умой как видите, что. Почему солнечные часы идут неравномерно? Потому что Солнце движется по эклиптике, то есть в плоскости орбиты Земли, ну Земля движется в этой плоскости, Солнце тоже, нам кажется, движется, а вращается Земля в плоскости экватора. Две пересекающиеся плоскости. Нам это приятно, у нас все неравноденства но ясно, что движение Солнца даже если оно было равномерным по эклиптике, оно бы к проекции на небесный экватор выглядело неравномерно. Почему? В районе весеннего равноденствия Солнце идет по гипотенузе, а Земля вращается по катету. И эти два движения складываются так, что как проекция Солнца немножко замедляет свое движение по плоскости экватора, а у нас экваториальные солнечные часы, а в районах солнцестояния параллельно эклиптика и экватор, и Солнце как бы ускоряет свое движение, то есть тут замедляет в районе равноденствия осенью и весной, а зимой ускоряет. Поэтому получается такая история. Это из-за наклона, из-за взаимного наклона экватора и эклиптики. А есть еще вторая причина неравномерного движения Солнца уже в плоскости эклиптики. Почему? Движение Солнца отражает движение Земли по орбите. Орбит не круговая, орбита эллиптическая. Значит, то мы чуть быстрее Земля летит по орбите, то чуть медленнее. Соответственно, Солнце что чуть ускоряет свое движение по эклиптике, то чуть замедляет. Вот два этих отличия от равномерности в сумме называются уравнением времени. Уравнение центра это центр Солнца по эклиптике неравномерного движения, а это уравнение наклона от эклиптики и к квадалу. Вот они складываются в одного период годичного другого полугодичного, И дают нам в сумме вот такую трехгорбую кремулю, которая показывает, насколько солнечные часы отстают или спешат по сравнению с равномерно текущим временем. И сильно отстают или спешат плюс-минус 15, а то и 16 минут. Значит, если вы подошли к циферблату солнечных часов, то они вам могут ошибку на четверть часа показать. Поэтому у хороших солнечных часов всегда вот эта вот таблица или этот график висит обязательно рядом с солнечными часами. Есть табличка, где надо посмотреть, в какой день сегодня. Ага, ввели поправочку. Вот сегодня, например, чего у нас? Ну, примерно 13 сентября. Поправочка будет в минус 4 минуты. Показание солнечных часов. Это называется, можно в другой графической форме, можно не так представить. Это вот в такой форме, которая говорит, что солнце опаздывает или ускоряет свое движение относительно меридиана. В полдень оно три раза в году бывает точно на меридиане, а в остальное время либо не доходит до него, либо уже проходит. Такая кривая называется аналема. Ну, вот если вы каждый день будете выходить, смотрите, а, полдень, вот меридиан. А солнце будет либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. И только три раза в году оно точно покажет вам. Солнечные часы идут правильно три раза, три дня в году. Остальное время либо спешат, либо отстают. Вот человек взял, это же наш человек в Сибири, взял и в течение года фотографировал положение солнца в одно и то же время. Видимо, утреннее время. Видите, аналема наклонена, то есть утренние часы, полдень она прям стоит. Ну, как видите, хорошо получилось. Прямо фотография аналемы. То есть положение солнца в одно и то же время. Равномерно текущее солнечное время. Вообще, страшно запутанная вещь, время. Вот времени, как всегда, не хватает. Уже три часа надо вас отпустить. А самое-то интересное впереди, поэтому нам придется продолжать этот разговор еще о времени. Видите, как много разных времен в астрономии используются. Это еще не все. И мы обо всех не будем говорить. Потому что там связано с эрегативистским поправками, с гравитацией. Но вот об этих, об этих надо поговорить. И об этих тоже можно начать говорить. Ну, наверное, надо остановиться. Три часа, все. Остальное потом.